привет как дела все и добро пожаловать обратно в дозу новостей и хорошо сейчас начало 2022 года так что есть лучший способ начать год чем с некоторыми играми xbox game pass да они раскрыли январский состав и похоже что xbox game pass на 2022 год начинается довольно хорошо поэтому мы рассмотрим это позже видео сейчас кроме того похоже что playstation может скоро показать здесь какое-то новое оборудование а также мы получили некоторую новую информацию один что playstation vr 2 так что не забудь следить за всем этим говоря playstation теперь у нас действительно есть игра для пк playstation чтобы начать это видео с режиссерской работы death stranding и нет ты не ослышался теперь подтверждено что режиссерская версия выйдет на пк через steam и epic game store весной 2022 года 505 игр издатель пк подтвердил это в твиттере и даже сказал что в нем будет использована новая графическая технология intel xs что действительно интересно потому что я считаю что это одна из первых игр использующих эту технологию мы посмотрим как все это получится но это действительно интересно по нескольким разным причинам во-первых конечно эта игра принадлежащая playstation да 505 games публикуют его но все же death stranding в значительной степени является ip-адресом принадлежащим playstation так что чтобы увидеть как режиссер переходит на пк на самом деле просто продолжает этот путь когда они выпускают больше своих игр на платформе пк мы видели как в прошлом они добивались успеха в этом и они выпускают некоторые своих собственных игр для первой партии таких как год оф вор даже в этом месяце один компьютер так что это не должно быть большим сюрпризом но тем не менее все равно круто теперь еще одна любопытная вещь в режиссерской версии заключается в том что death stranding оригинальная версия уже доступна на пк теперь мы увидели что произошло с режиссерской версии death stranding для playstation 5 если бы у вас была оригинальная death stranding на playstation 4 вы действительно смогли бы перейти за 10 долларов на эту версию playstation 5 хотя в этой ситуации 505 games фактически публикуют это и мы все знаем насколько они испортили путь обновления управления поэтому нам придется подождать и посмотреть что здесь произойдет сожалению они не дают слишком много информации об этом пути с этого момента их фактически прямо спросили о том будет ли путь обновления или нет и они просто ответили привет спасибо за ваш вопрос оставайся с нами у нас будет больше информации чтобы поделиться ею позже в этом месяце я действительно не знаю почему это просто выйдет и скажет это сейчас нет смысла заставлять фанатов спорить о том можешь ли ты обновить путь или нет но я я думаю что это то что есть мы просто подождем отсюда в любом случае действительно здорово увидеть как режиссер death stranding выйдет на пока позже этой весной в 2022 году двигаемся дальше ремастер алан вейк получил хорошее обновление для xbox серии x и с конечно ремастеринг алан вейк был выпущен пару месяцев назад и это имеет большой смысл когда они выпускают эту игру направляясь к алану уэйку 2 не могу дождаться этой игры так как мне очень нравится алан вейк но достаточно интересно что серия xbox получит здесь приятное визуальное обновление так как в отличие от ремастер теперь добавлена поддержка автоматического fdr для xbox series x нс автоматическая fdr хорошая функция для этих консолей видишь ли эти консоли следующего поколения очень мощные и часто мы хотим сосредоточиться на этих совершенно новых играх с передовыми визуальными эффектами плавной частотой кадров и невероятно низким временем работы благодаря твердотельным накопителем но особенность серии xbox в том что они не только сосредоточились на совершенно новых играх но и добавили некоторые функции чтобы уже существующие игры выглядели еще лучше теперь по большей части это было сделано для обратной совместимости у них есть такие вещи как режим увеличения кадров в секунду который удваивает частоту кадров или в данном случае автоматический hdr в принципе с автоматическим hdr он автоматически реализует hdr который улучшает яркость и контрастность действительно hdr это абсолютно игровой чейнджер с точки зрения визуальных эффектов для игр так что это такая отличная функция для серии xbox действительно команда с обратной совместимостью для xbox это просто абсолютные волшебники но здесь достаточно интересно ремастеринг алан wake выпущенный всего пару месяцев назад теперь добавил поддержку автоматического hdr так что ты действительно можешь видеть здесь что это может быть полезно и для новых игр и я действительно ожидаю что это будет иметь довольно приятное небольшое значение для ремастерованного алана wake эта игра действительно вращается вокруг света поэтому я думаю что это визуально сделает эту игру намного лучше мне придется попробовать это самому но если вы еще не играли в ремастер алан вейк это просто еще одна причина прыгнуть в эту игру до алан вейк два выпуска когда бы это ни было давай поговорим xbox game pass хотя они только что представили первую линейку на 2022 год и какой способ начать год с сильным составом на январь некоторые из этих игр которые выходят в первой половине января являются хорошо известными высококачественными релизами и это то о чем важно всегда помнить когда дело доходит до xbox game pass это не полный состав на январь скорее это всего лишь первая половина месяца которая просто абсолютно безумно но без лишних слов давай просто пойдем и посмотрим первую половину января в которую входят эмбер грагоа элайджа внешние дебри пешеход массовый эффект анны круз легендарное издание а затем тоже разолью теперь как я уже говорил некоторые из этих игр являются хорошо известными высококачественными релизами такими как mess effect legendary edition я знаю что это большое событие которое привлечет много внимания и на самом деле для этого есть очень веская причина многие люди действительно считают эту оригинальную трилогию mess effect одной из величайших трилогий когда-либо созданных и честно говоря я полностью согласен с этим и здесь mess effect легендарное издание ты собираешься переделать все эти игры они будут выглядеть лучше чем когда-либо прежде особенно в этой первой игре похоже что первая игра здесь действительно получила хорошее обновление в этом легендарном издании и если по какой-либо причине ты раньше не пробовал эту трилогию и если тебе нравятся хорошие истории если тебе нравятся хорошие персонажи или если тебе нравится научная фантастика то тебе абсолютно необходимо сыграть в mess effect легендарное издание я знаю что это три игры и это немалые инвестиции но это того стоит и даже лучше теперь когда это игровой пропуск xbox и и play ты действительно можешь проверить эти игры до того как выйдет mess effect 4 я знаю что до этого еще далеко но это отличный способ перейти в mess effect так что это такое удивительное включение в xbox game pass теперь еще одной действительно качественной игрой здесь будет auto wilds это игра которая уже была доступна в xbox game pass раньше и это то о чем я говорил раньше но это действительно хороший признак того что у них был большой успех с xbox game pass иначе они бы не вернулись еще раз я думаю что это просто ты должен еще один признак того что xbox game pass на самом деле действительно хорош для разработчиков с внешними дикими местами однако это игра которую многие люди действительно считают шедевром эта игра в приключенческом стиле с большим количеством загадок и большим сердцем ты действительно играешь во временной петле и пытаешься раскрыть тайны вселенной как поскольку вселенная продолжает взрываться и тебе придется начинать прогресс заново это на самом деле довольно увлекательное то что я бы очень рекомендовал теперь дело в этой игре в том что они также выпустили dlc в прошлом году я сам в это не играл но если тебе действительно нравится auto wilds может быть ты также сможешь посмотреть dlc которое они выпустили в прошлом году и это кое-что в этом конкретном составе что я начал замечать потому что если тебе нравятся игры в стиле головоломок то я думаю тебе действительно понравятся некоторые из этих игр такие как гора гуа и пешеход теперь обе эти игры появились в моей первой десятке в прошлом но с пешеходом это та которую я так рад чтобы фанаты попробовали это такой скрытый тренажерный зал о котором мало кто говорил эта игра которая уже некоторое время доступна на пк и playstation но теперь она выходит прямо в xbox game pass сегодня да ты сможешь сыграть в эту игру сегодня и не пропускай эту игру надеюсь она наконец получит признание которого действительно заслуживает потому что это действительно такая забавная и уникальная игра головоломка эта игра головоломка с боковой прокруткой с двумя питью д в которой вы путешествуете от пешеходного знака к пешеходному знаку и это действительно создает несколько действительно умных головоломок так что если тебе нравятся такие игры я бы настоятельно рекомендовал проверить эту игру теперь это последнее и здесь будет довольно захватывающим для вас давних поклонников xbox так как спаланки 2 будет запущен непосредственно в xbox game pass 13 января оригинальная игра на самом деле была довольно популярна на xbox так как она была выпущена в 2012 году на xbox leaf arcade поэтому я знаю что некоторые давние фанаты надеялись что в конечном итоге она выйдет на xbox он уже некоторое время доступен на playstation pc а также на nintendo switch но теперь он наконец-то перешел и на xbox и что еще лучше он будет запущен непосредственно в xbox game pass надеюсь это того стоит но если ты раньше не играл в эти игры и на самом деле не знаешь в чем весь азарт просто пойми если ты хочешь поиграть в эту игру это невероятно сложный двухмерный платформер похожий на рогалик со случайно сгенерированными пещерами опять же это невероятно сложно но тем не менее это все равно весело в любом случае это отличная линейка игр для начала 2022 года для подписчиков xbox game pass тебе просто должно это очень понравится и хорошо теперь нам просто нужно принять трудное решение с какой игры мы начнем дай мне знать в комментариях ниже в какой игре тебя больше всего волнует теперь у нас также есть действительно интересная разработка касающийся playstation vr 2 конечно мы все знаем что playstation работает над гарнитурой виртуальной реальности и они даже показали контроллеры до этого момента но на данный момент мы еще толком не видели playstation vr 2 или что именно они даже пытаются сделать с этой гарнитурой мы как бы вернемся к этому здесь через мгновение но начинает казаться что раскрытие может быть неизбежным прямо сейчас эта история была первоначально опубликована брэдом линчем а затем подхвачена двойными шокерами но по словам китайского аналитика гортек китайский производитель очевидно скоро будет отвечать за массовое производство мэтта кэмбрия и psv арту так что если это правда и да они все еще там если есть но если это правда это будет означать что скорее всего пополнение будет прямо за углом я имею в виду что они не собираются просто выпускать эту штуку а потом просто выпускать ее из ниоткуда нет они вероятно скоро будут говорить об этом здесь поэтому я думаю что теперь когда эта информация распространилась мы должны начать ожидать полного раскрытия для playstation vr 2 и будет действительно интересно посмотреть что они делают с этой штукой с тех пор как они выпустили оригинальную гарнитуру playstation vr в 2016 году произошло много достижений в области технологий виртуальной реальности ты действительно можешь увидеть это с помощью других устройств таких как устройство окалас будь то рифт или окалас квест 2 ты можешь видеть это с индексом клапанов и список просто продолжается оттуда виртуальная реальность движется вперед и хотя это все еще нишевые продукты похоже что она растет с точки зрения популярности благодаря чему-то вроде окалас квест 2 который фактически продал более 10 миллионов единиц по состоянию на ноябрь 2021 года так что рынок vr гарнитур определенно существует и я действительно хочу посмотреть что playstation делает со своей следующей гарнитурой потому что что-то в них есть такое что у них также есть действительно хорошее программное обеспечение мы как бы вернемся к этому здесь через мгновение есть несколько разных вещей которые мы вроде как знаем о двух сверх хотя уже благодаря нескольким разным патентам которые есть на рынке некоторым разным утечкам джим райн в прошлом утверждалось что playstation vr 2 будет подключена к playstation 5 с помощью отдельного провода что на самом деле является значительным улучшением по сравнению с гарнитурой playstation vr для playstation 4 это на самом деле подключалась через первую коробку что было мягко говоря немного запутанной и раздражающей настройкой так что подключение по единственному проводу на самом деле является большим улучшением но что интересно есть несколько патентов которые намекают на то что возможно это тоже может быть беспроводной так что возможно подключение playstation 5 было бы необязательным или возможно необходимым только для определенных игр если им удастся включить здесь беспроводной режим хотя даже если он не может воспроизводить каждую игру по беспроводной сети это было бы очень важно для playstation vr 2 мы видели насколько это пошло на пользу окалас квест конечно наряду с его ценой но это было бы большим преимуществом если бы им удалось это сделать теперь это две другие вещи которые я все же хочу здесь увидеть сколько стоит playstation vr две монеты два звонка потому что виртуальная реальность в целом довольно дорогая и это одна из вещей которая удерживает людей от попыток использовать виртуальную реальность но если они смогут правильно оценить цену у них может быть беспроводной режим а затем у них также будет программное обеспечение но тогда у тебя есть устройство которая возможно заинтересует некоторых людей я сам сторонник виртуальной реальности но это одна из тех технологий в которые ты должен попробовать сам и поскольку эти устройства как правило немного дороже и они немного неуклюже в настройке это просто мешает людям пробовать эти устройства так что надеюсь они смогут разобраться в этих вещах что касается их программного обеспечения то я я просто хочу видеть что они все еще привержены виртуальной реальности потому что я не думаю что sony получает достаточно похвалы за это но они действительно проделали действительно хорошую работу со своими играми первой части для playstation vr такие игры как astrobot и blood and truce являются лишь одними из лучших игр для виртуальной реальности и . особенно astrobot эта игра абсолютно потрясающая и одна из моих любимых платформеров 3d так что я действительно хочу посмотреть по-прежнему ли они привержены тому чтобы их первая сторона создавала виртуальной игры в будущем ходили слухи что во всех их играх первой партии будет режим виртуальной реальности но мы как бы посмотрим на все это но тем не менее похоже что скоро мы получим официальное представление для playstation vr 2 давай все же пойдем и взглянем на опрос дня и со всеми этими утечками которые происходят вокруг этот golden i7 может скоро вернуться на xbox и может быть даже nintendo switch онлайн плюс пакет расширения мы как бы посмотрим на все это но из-за этих утечек я хотел спросить вас всех вы играли в оригинальную golden i7 на nintendo 64 игра которую многие считали одной из величайших игр всех времен или по крайней мере в ту эпоху сколько из вас на самом деле играли в нее и впечатляюще 61 процент из вас действительно сказал что да вы играли в оригинальную золотую девятку 7 в то время как 37 процентов из вас сказали нет на самом деле я немного беспокоился что большинство из вас не играли в эту игру так что я был действительно рад видеть что большинство из вас да играли в оригинальную игру GoldenEye для Nintendo 64. Я знаю, что некоторые люди, которые, возможно, изначально не играли в эту игру, могут быть немного сбиты с толку тем, почему существует такое волнение вокруг 7 до 9, вероятность того, что она может вернуться. Но если ты играл в нее в 90-е, ты вроде как понимаешь, почему это была такая революционная игра. Я действительно играл в эту игру в доме моего двоюродного брата, когда был ребенком. Мы получили абсолютное удовольствие, играя в мультиплеер в этой игре. Теперь я скажу за себя, что у меня немного больше привязанности. Такие игры, как Perfect Dark или даже более поздние игры Double Seven на GameCube. Такие игры, как Ночь, Огонь и все или ничего. Я потратил кучу времени на эти игры, и на самом деле они были одними из моих любимых игр той эпохи в целом. Я действительно немного пропустил некоторые из этих замечательных игр Double Seven, которые выходят сегодня. Но тем не менее, просто здорово видеть, что такие революционные и исторические игры, как GoldenEye, возможно возвращаются. Даже если это просто ради ностальгии. В любом случае, это все для этого эпизода. Но если тебе понравилось видео, не забудь купить уведомления и кнопку подписки для получения дополнительного контента, как это. Также, если ты хочешь поддержать канал через Patreon. Спасибо тебе за то, что сделал возможным этот контент. Мир тебе!